Что касается бидра, мы уже сказали о бидра в убеждениях, это абсолютно это все порицаемое, бидра в убеждениях. Что касается чего-то нового, что появляется в действиях, то у нас еще среди салафов есть явное высказывание о том, что бидра делится на два вида. Это не мои слова, это слова имама Аш-Шафии, который прямо на сан указывает, аль бидра, то бидра тани. Те, кто сегодня говорят, что нет, там проблема не в хадисе, всякая бидра является заблуждением, проблема не в хадисе, проблема в понимании хадиса. Так понимание кого мы должны брать? Мы же когда говорим Коран и Сунна, что мы говорим? Мы говорим Коран и Сунна в понимании наших праведных предшественников, не в нашем понимании, не в понимании какого-то современного фуляна или аляна, а в понимании салафов, к числу салафов относится и один из четырех имамов, на имамство, которым сошла вся умма. Имама Аш-Шафия, рада и Аллаху, нассан указывает, что аль бидра ту бидра тани. Действия бидра делится на два вида. Бидра ту махмуда и бидра ту мазмума. Пахвальная бидра и парицемы. То, что согласуется, то, чему есть основа в Коране, в Сунне, в Иджмаа или Асарах, он говорит, это бидра махмуда. Пахвальная. А то, что не согласуется с этим, то, чему нет никакой основы, это порицается. Есть понятие Ас-Слю, есть понятие Вас-Сфу. Ас-Слю это основа, это фундамент. Вас-Сфу это описание, это форма. Если нечто имеет под собой Ас-Слю, но при этом форма каким-то образом отличается, это, даже если этого не было во времена пророка Мухаммада Расула, Аллаху А.Салам и его сахабу, это не является порицаемым. Потому что Ас-Слю есть. Поэтому часто это повторяю. Вас-Сфу может отличаться. Вас-Сфу, описание, внешняя форма. Поэтому, когда мы говорим про Аибада, вот сказали аяты, прочитали, да, прочитали из суры Ясин, 60 и 61 аят. Поклонены бывают двух видов. Поклонены Аллаху, Субханава Тааля, или поклонены Сатане. Третьего вида поклонены нет. Так вот, поклонены Аллаху, оно бывает либо Тау-Ки-Фия, либо Мут-Лака. Тау-Ки-Фия это категорично установлено, то есть есть рамки, за которые нельзя выходить. К примеру, если есть хадис пророка, Суалли Аллаху А.Салам, который сказал, Суаллю камара айтумуни усуалли, то есть совершайте молитву так, как вы видите, ее совершаю я, то это Тау-Ки-Фия. Что значит Тау-Ки-Фия? Если пророк сказал, Суалли Аллаху А.Салам, что совершал утреннюю молитву 2 раката, значит 2 раката, не 3, не 1, не 4. Если вечернюю молитву 3 раката, значит 3, не добавляем, не убавляем. Если Зухра, Асри и Иша по 4, значит по 4. Если Тахи-А-Тюрмас, значит 2 раката, значит 2 раката, не 3. Если ветер нечетный, значит ветер и так далее. Но есть мут-Лака, мут-Лака это обобщенное. нигде нет хадиса в котором было бы сказано масалан, к примеру то есть поминайте Аллаха подобно тому, как вы видите или слышите его поминал я, так не сказал пророк это мои слова подобно, как про намаз сказал а здесь что, здесь есть аят в котором Всевышний Аллах сказал о тех, которые уверовали поминайте Аллаха многократным поминанием это аслю опираясь на эту аслю один человек поминает Аллаха стоя другой поминает сия третий поминает лёжа на всё это дозволено потому что Аллах в Кур'ане в аяте 191 в суре Али Амраан сказал это те, которые поминают Аллаха верующие Аллюль Альбад это кто? это те, которые поминают Аллаха стоя сидя на своих боках нигде не сказано это аят читай или это не читай я сейчас с вами разговариваю вот такая произвольная беседа я не знаю, что Аллах мне сейчас дарует какой аят прочитаю я или какой, допустим, хадис но любое поминание, любой аят за каждую букву яс награда нигде не сказано прочитай этот аят это мутрака поэтому это нужно разграничивать а сегодня нет только вот так нужно делать когда им приводишь ситуацию которая слова Амра и Бнин Хаттаба разди Аллаху рангу касаемо тут же начинают то сначала говорят когда он собрал жамаат когда сказали, что это биджа он не сказал это не биджа сейчас говорят ну пророк же делал это не биджа но когда сахабы что, не знали это биджа или не биджа они же сказали это биджа и Амар же не сказал это не биджа он сказал как прекрасно это бидра потом начинают но раз он сказал, уже деваться некуда слова-то есть и слова сахабов есть, которые сказали, что это бидра все остальные их философские рассуждения они здесь не актуальны они сказали это бидра и он сказал, это прекрасно бидра если это бидра теперь говорят, нет, он имел ввиду лексическое значение слова хорошо, где Умар сказал, что я имею ввиду лексическое значение слова, раз, первое второе чьё понимание мы должны брать? Ваше понимание слов умара или слова саляфу, кто были близки к ним? Конечно, слова саляфу. Имам Аш-Шафи как понял эти слова? Он понял так, как мы сказали. Поэтому на основу вот этих слов имам Аш-Шафи и сказал, что беда оделится на два вида. Это ещё во времена имамов, мучтахидов, саляфов. Поэтому утверждение, что сегодня начинают. Нет, этого не было во времена. Это всё, это всё демагогия. О, хадис есть. Проблема не в хадисе, ещё раз повторяю. Проблема в понимании хадиса. Проблема не в словах сахабов. Проблема в понимании слов сахабов. Мы должны брать не наше понимание, не понимание современных деятелей от религии, а понимание имамов, мучтахидов и саляфов. Баракаллаху. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...